Добрый день! Меня зовут Франческо Николози. Я приехал из Италии. Вот это мой город из Катании, из Сицилии. Вот вы видите прекрасный вулкан Этна, который является единственным действующим вулканом в Европе. Вот это очень красивая фотография вулкана тоже. А вот это как раз извержение вулкана недалеко от Катании. Вот это самый центр моего города, Катании, который является столицей Сицилии. Это моя клиника, мой госпиталь, в котором я работаю. У нас клиника на 500 койко-мест. Вот вы видите фотографию, которую мы в Болонии сделали. Это наш был курс по скелетомышечной патологии. Вы видите, что здесь Григорий также участвует. И мы очень рады, что мы можем приехать теперь сюда и также выступить вот на этой потрясающей платформе для дискуссии. Итак, я хочу сказать, что я буду говорить о метастазах. И это очень большая проблема, на самом деле, для лечения данной патологии, поскольку американское общество онкологов говорит сегодня о том, что у нас будет около 12 миллионов людей, у которых будет диагностирован рак, и 7,6 миллионов умрет от онкозаболеваний в ближайшее время. И надо сказать, что это большая проблема. И 1,4 миллиона приблизительно – это новые случаи, которые мы ожидаем, прирост количества онкологических заболеваний, которые мы ожидаем каждый год. Вот вы видите, это у нас ситуация со смертностью в Европе. И самая первая страна по времени – это Голландия, вторая – Италия. Поэтому для нашей страны это огромная проблема. То, что касается лечения метастазического рака в Италии, мы полагаемся на вот эти рекомендации итальянской группы по изучению метастазического рака. И надо сказать, что у нас есть определенный протокол, который был впервые опубликован в прошлом году. У нас есть определенные цели этих руководств, которые прежде всего говорят о том, что у нас есть определенные интервенции, определенные процедуры, которые являются более показанными для пациента с метастатическим раком. Пять основных карцином, которые дают метастазы в кости – это РМЖ, рак почки легкого. И надо сказать, что это может быть литическое или остеосклеротическое поражение. И надо сказать, что лечение может быть общим ортопедическим пособием или системной терапией. Но прежде всего мы говорим о междисциплинарном подходе, включая онколога, радиолога, ортопедического хирурга, хирурга-ортопеда и радиолога, лучевого терапевта. Как правило, это остеобластные метастазы. И то, что касается РМЖ, то, как правило, это может быть остеобластные метастазические поражения рака почки. Вы видите, что это карцинома, как правило. И вот рак... Рак щитовидной железы также дает метастазирование в кости. И вы видите, что здесь у нас очень... как правило, это остеобластные поражения. Это очень важно. Очень важно для оценки этого заболевания, потому что если вы видите... Нам нужна тонкоигольная биопсия, и это может быть метод подтверждение. То, что касается рака почки, то это может быть... А также воскулярная инвазия очень важна. Эмболизация. И тонкоигольная биопсия очень важна. Метастатический рак легкого. Шитовидной железы. Это остеолитические и это солитарные поражения, которые... Вот это рак предстательной железы был. В 1989 году Майлз предложил систему оценки, больную систему оценки 78 восьми разнообразных поражений, которые дают метастазирование в кости. И вот это как раз та система, которая в будущем дала нам возможность оценивать, потому что метастатические поражения мы смогли разделить на четыре основные класса. И основные цели лечения метастазов в кости, это прежде всего возможность избежать патологических переломов скелетной системы, это также избежать перелома основных костей, таких как позвонки, например, и также улучшить качество жизни. Класс первый, это необходимость ортопедической помощи ортопедического хирурга. Класс четвертый, это когда мы должны уже предложить лучевую терапию пациенту, и в будущем мы можем полагаться на эти классы также для того, чтобы предложить более расширенное хирургическое вмешательство. Мы говорим сегодня о более чувствительной терапии, адювантной терапии для этих видов рака, и надо сказать, что есть чувствительные и нечувствительные к этой адювантной терапии типа рака. Класс второй и третий, это зона риска, это, во-первых, это шейка бедра, это очень важно, очень важно, если мы говорим о кортикале, то очень важно увидеть вовлечение кортикала аксиальной части кости. Вот это один из клинических случаев, ведь метастазы от рака молочной железы. Вы видите здесь интермедулярное пространство, которое затронуто, и это класс второй. Мы убираем шейку и ставим эндопротез. Вот это еще один класс первый, РМЖ тоже, это солитарный метастаз, также вследствие РМЖ после трех лет терапии. И здесь мы проводим, делаем также эндопротезирование тазобедренного сустава. Вот это еще один случай. Вы видите, что метастаз делал, это был метастаз вследствие опухоли предстательной железы, и вот вы видите, это метастаз после рака легкого. Это еще один случай. Вот вы видите, это бедренная кость. Это был рак. Ракоматки. Вот вы видите хирургическую помощь. Мы вводим цемент, костную ткань. Вот каким образом мы ставим пластину. Вот это еще один случай. Опять-таки метастаз класса второго после РМЖ. Вы видите, вот это мелома, класс третий. Мы вводим интермедулярную спицу. Интермедулярную вводим. Вот вы видите, это у нас метастаз класс первый. А после РМЖ это зона поражения. И вы также вводите вот это эндопротезирование также сустава. Это еще один случай. Здесь у нас перелом плечевой кости вследствие костного метастаза после рака легкого, класс третий. Вот это как раз хирургическая помощь. Ничего не слышу. Куритаж сделан. И здесь мы вводим спицу. Метафиз. Вот это мужчина. Метастаз в максимальную часть бедренной кости. В результате рака мочевого пузыря. Вот вы видите. Солитарный метастаз. Также мы сделали эндопротезирование. Вот это еще один случай. Это патологический перелом. В результате метастазов после рака легкого. И вы видите здесь, каким образом мы укрепили костную структуру. Вот это женщина 53 лет. Рак легкого. Мы убрали тазобедренный сустав. Вот видите эндопротез. Который был поставлен. Затем в позвоночниках метастазирования существуют определенные стандартные протоколы иммунной терапии и лучевой терапии. Также и химиотерапии. Которые позволяют нам работать с метастазами в результате солидных опухолей. И мы можем лечить при помощи хирургического вмешательства, при помощи разнообразных манипуляций, локальной лучевой терапии. Надо сказать, что у нас есть также и возможности хирургического вмешательства. Хирургические техники могут быть классифицированы в декомпрессию, дестабилизацию, также куритаж и дебалкинг или, так скажем, устроение объемных поражений. И вот это алгоритм, который мы используем в нашем институте. И он является крайне важным. Попросите, пожалуйста, говорить в микрофон. Не слышит переводчик совсем ничего. Метастазы в позвоночнику. Существует вторичная локализация также метастазов в скелетные структуры. И очень важно эту локализацию определить, потому что мы должны определиться с хирургическим пособием. Которое позволит нам убрать, во-первых, постхирургический дискомфорт. Это очень важный момент. Мы увлекаем членов семьи. У нас есть определенные программы для обеспечения комфорта пациентов. Затем у нас лучевая терапия после хирургического вмешательства, которое может улучшить также качество жизни пациентов. И затем, то что касается неоплазмов, мы можем зачастую определить метастазы, и мы можем определить точно расстояние между метастазами для того, чтобы определить возможность хирургического вмешательства. Вот вы видите, здесь у нас первый поясничный позвонок, и метастазы могут быть в... Также подвергнутой аспирации. Есть также возможность пластического восстановления позвонков. В 97% случаев мы достигаем успешного результата. Вот это то, что мы делали в нашей клинике. В заключении, надо сказать, что изначально показания к этой терапии – это не продлить жизнь, но улучшить качество жизни. И мы должны также сократить пребывание нашего пациента в клинике. Спасибо за ваше внимание. Кабина приносит свои извинения. Очень сложно докладчик у нас изъясняется по-английски. Активнее задаем вопрос. У нас время есть. А мы идем хорошо по графику. Будьте любезны, Николас, у меня вопрос в отношении метастатический рак почки. Ваше отношение к схеме таргетный препарат плюс лучевая терапия? Пазапоний плюс лучевая терапия? Не в микрофон, к сожалению. Поскольку мы не добавляем обычно лучевую терапию для рака почек, потому что у нас это не лучше для пациента, не имеет преимущества для пациентов. Мы используем только хирургическое вмешательство и до... Есть возможность до операции эмболизации поражения, но мы не используем лучевую терапию. Из-за риска... Вы показали случаи выполнения накостного остеосинтеза, усиленного цементированием. Да, я использую цементирование, потому что вы видите, мы используем цементирование довольно часто для коррекции патологического перелома. Ваше отношение к установке пластины и введению цемента перкутанно? Это возможность для интермедулярной поражения, но в метафизе мы можем использовать пластину, но в диафизе мы используем интермедулярную спицу. Будьте добры, скажите, пожалуйста, а какой протокол переоперационной антибиотикой профилактики в вашей клинике используется? Какой антибиотик, какова продолжительность введения? Терапия антибиотиками мы используем цифалосфарин для интермедулярной спицы, для эндопротеза мы используем текопланин в течение 5-4-5 дней, как правило, мы используем подобную антибактериальную терапию. Скажите, пожалуйста, в случае солитарных метастазов позвоночника вы выполняете только декомпрессивно-стабилизирующие операции, либо стараетесь выполнить радикальное удаление метастазов? Да, это операция М-блок, я убираю позвонок, потому что вы делаете все это за М-блок-резекцию для вертопластики, потому что только для солитарного поражения, и то же самое мы точно так же действуем, как при первичной опухоли для остеосаркома, например. Скажите, из заднего доступа или в ортеброэктомию выполняете этот блок, или из комбинированного заднего и переднего доступа? В этом случае есть возможность, что мы можем комбинированно передний-задний доступ, потому что в тракальном отделе позвоночника мы можем вот такой комбинированный доступ использовать. Спасибо. Спасибо.